не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем лучший день моей жизни день моего так сказать перерождения наступил когда я обнаружил что у меня нет головы это не литературный прием нехитрый ход замышленные чтобы вызвать интерес любой ценой я говорю абсолютно серьезно у меня нет головы это открытие я сделал когда мне было 33 кода и хотя это событие произошло совершенно неожиданно она стала ответом на настойчивое исследование в течение нескольких месяцев я был поглощен вопросом кто я тот факт что я тогда путешествовала по гималаям вряд ли имел к этому какое-то отношение хотя говорят что в тех местах необычное состояние сознания нередки как бы то ни было очень тихий ясный день и лиц того горного хребта где я стоял на затянутой дымкой долины и высочайшую горную гряду в мире создавал обрамление достойное величайшего видения случившееся было до нелепости простым и непримечательным просто на мгновение я перестал думать рассудочность воображение и все мысленные болтовня затихли слова иссякли по-настоящему я забыл свое имя свою человеческую природу свою вещественность все то что могло называться мной или моим прошлое будущее исчезли я будто заново родился в тот миг свободное от ума и всех воспоминаний существовало только сейчас тот настоящий момент и все что несомненно присутствовало в нем было достаточно просто смотреть и вот что я увидел брюки цвета хаки заканчивающиеся внизу парой коричневых ботинок рукава цвета хаки заканчивающиеся парой розовых кистей и перед рубашки цвета хаки заканчивающиеся абсолютно ничем уж точно не головой мне не потребовалось много времени чтобы заметить что это не что это дыра там где должна была быть голова была не просто пустым местом не просто ничем напротив она была полностью заполнена это была обширная пустота наполненная до предела не что включающие в себя все траву деревья тенистые холмы вдали и высоко над ними снежные вершины плывущие в синеве небо подобно стае угловатых облаков я потерял голову и обрел целый мир у меня буквально захватила дух казалось я вообще перестал дышать поглощенной данностью он был здесь этот великолепный вид ярко сияющий в прозрачном воздухе ничем не дополненной неподдерживаемый загадочным образом висящий в пустоте и что было по-настоящему чудесно волшебно и прекрасно совершенно свободной от меня не запятнанной никаким наблюдателем его абсолютное присутствие было моим абсолютным отсутствием телом и душой легче воздуха прозрачнее стекла полностью свободно от себя я не находился нигде вокруг но несмотря на магический сверхъестественный характер этого видения она не было ни сном не эзотерическим откровением напротив она ощущалась как внезапное пробуждение от сна обыденной жизни окончании сновидения это было самосветящаяся реальность свободная от затуманивающего ума это было открытие совершенно очевидного момент ясности в запутанной истории жизни я перестал игнорировать то что всегда по крайней мере с раннего детства не замечал потому что был слишком занят слишком рассудителен или слишком напуган это было чистое необусловленное внимание к тому что всегда смотрела мне прямо в лицо моей абсолютной безликости говоря кратко это было совершенно просто ясно и прямо вне суждений мыслей и слов не возникало ни вопросов ни ассоциаций помимо самого переживания только покой и тихая радость и ощущение что с меня спала невыносимая ножа глава 2 по мере того как первый восторг от моего гималайского открытия постепенно проходил я начал описывать его сам для себя примерно следующим образом раньше я не вдаваясь в детали так или иначе представлял что я населяю свое дом тело и выглядываю наружу через два маленьких круглых окошко теперь оказалось что все совершенно не так когда я гляжу вдаль как я могу узнать в этот момент сколько у меня глаз 23 100 или ни одного сущности на этой стороне моего фасада есть только одно окно и окно это широко распахнуто решено контуров и необъятно причем никто из него не выглядывает всегда оказывается что у какого-то другого человека есть глаза а также лицо обрамляющий их а у этого никого нет значит существует два сорта два кардинально различающихся вида человеческих существ у первого которому по моим наблюдением относятся бесчисленное количество представителей очевидно есть голова на плечах под головой я подразумеваю непрозрачный цветной восьмидюймовый волосатый шар с разнообразными отверстиями а у единственного известного мне представителя второго вида очевидно ничего подобного на плечах нет подумать только что до сих пор я не замечал такого существенного различия словно жертва продолжительного приступа безумия своего рода пожизненной галлюцинации под галлюцинации я имею ввиду как сказано в моем словаре кажущееся восприятие предмета на самом деле отсутствующего я неизменно считал себя таким же как все остальные люди и уж точно никогда не представлял себя безголовом но все еще живым двуногим я закрывал глаза на то единственное что присутствует всегда и без чего и действительно не зрячь на этот чудесный заменитель головы эту безграничную ясность эту сияющую и абсолютно чистую пустоту которые тем не менее сама есть скорее есть чем содержит все что есть поскольку как бы внимательно я не присматривался я не нахожу даже пустого экрана на которой спроецированы эти горы солнце и небо или чистого зеркала в котором они отражаются или прозрачные линзы или глазка через которые они рассматриваются не говоря уже о том что я не нахожу того человека которому все это показывается или хоть какого-нибудь зрителя даже самого призрачного которого можно было бы отделить от самой картины ничто ничто не вмешивается даже это непостижимое и неуловимое препятствие называемое расстояние явно бескрайнее голубое небо окаймленная розоватыми тенями близна снегов сверкающие зелень травы как могут они быть далеки когда нет ничего от чего можно было бы отдалиться безголовая пустота сопротивляется любому размещению и определению она не круглая не маленькая небольшая и нельзя даже сказать что она здесь они там впрочем если бы здесь была голова от которой можно было бы измерять расстояние то линейка протянутой от нее до горной вершины если смотреть на нее с моего конца а для меня нет другого способа на нее смотреть превратиться в точку они что на самом деле эти цветные формы показывают себя во всей простоте без таких усложняющих приемов как близко или далеко это или то мое или не мое увиденное мной или просто данной любая двоякость любая двойственность субъекта и объекта исчезла она больше не вписывается в ситуацию в которой для нее нет места такие мысли посетили меня после видения впрочем пытаться втиснуть этот прямой непосредственный опыт форму тех или иных слов означает исказить его усложняя саму простоту чем дольше тянется посмертное вскрытие тем больше мы удаляемся от живого оригинала в лучшем случае такие описания могут напомнить о видении без яркой осознанности либо спровоцировать его повторение но они также бессильно передать его суть или вызвать его как самое аппетитное меню не способна передать вкус обеда или лучшая книга о юморе помочь кому-нибудь понять шутку с другой стороны невозможно перестать думать надолго так что попытки связать ясные интервалы жизни с неясным фоном неизбежны кроме того как я уже сказал такие описания могут косвенно способствовать повторению ясности в любом случае несколько логических возражений отказываются ждать дальше причем эти вопросы настаивают на разумных ответах какими бы не доказательными они ни были становится необходимо подтвердить свое видение даже самому себе а также друзья могут нуждаться в убеждении в каком-то смысле это попытка приручения абсурдно поскольку никакие доводы не могут как-то повлиять на переживание столь же простое неоспоримое как звук ноты до или вкус клубничного варенья однако с другой стороны такие попытки необходимы если мы не хотим чтобы наша жизнь распалась на два абсолютно чуждах друг другу непримиримых отсек мое первое возражение было таким голова может быть и отсутствует но не нос вполне заметный он шествует впереди меня куда бы я не шел ответ был таким если это туманная розовата и совершенно прозрачная облачка висящие справа и такой же облачка висящие слева это носы то у меня не один нос а два а это совершенно непрозрачная одиноко выступающая деталь которую я так отчетливо вижу в середине этого его лица это не нос только абсолютно бесчестный или замороченный наблюдатель стала намеренно использовать одно и то же слово для столь не схожих вещей я предпочитаю исследовать своему словарю и обычному смыслу слов что обязывает меня заключить что хотя у большинства людей имеется нос по штуке на каждого у меня нет ни одного и все таки если вы какой-нибудь заблаждающийся скептик сверх меры озабоченный доказательством своей точки зрения ударил бы кулаком в нужном направлении целясь промеж двух розовых туманностей результат был бы столь же болезненным как если бы у меня был самый материальный и ударопригодный нос и опять же как объяснить целый комплекс легких напряжений движений давлений зона щекоток болей тепла и пульсаций никогда вполне не покидающих эту центральную область наконец как быть с тактильными ощущениями которые возникают когда я исследую это место рукой казалось бы все эти свидетельства собранные вместе дают достаточно оснований наличие у меня головы здесь и сейчас на мой взгляд ничего они не дают несомненно здесь присутствует множество разнообразных ощущений которые невозможно интегрировать однако в сумме они не составляют голову или что-либо подобное единственный способ сделать из них голову это добавить всевозможные явно отсутствующие здесь ингредиенты в особенности всякого рода трехмерные цветные формы разве можно назвать головой то что хотя и содержит бесчисленное ощущение явно лишено глаз ушей рта волос и вообще всего того интересного оборудования которое наблюдается в других голов очевидно это место не должно быть загромождено подобными препятствиями туманными или цветными деталями которые могли бы исказить мою вселенную в любом случае каждый раз когда я пытаюсь нащупать свою голову я не только не нахожу ее но и теряю руку которой щупаю она тоже оказывается поглощенной бездной в центре моего существа очевидно это зияющая пустота это ничем не заполненное ядро всех моих действий это ближайшая но практически неизведанная область это волшебное место где как мне казалось должна быть моя голова на самом деле больше похоже на сигнальный огонь столь яростный что все приближающиеся к нему мгновенно и полностью уничтожается чтобы его освещающие весь мир яркость и ясность ни на миг не заслонялась что касается таящихся там болезненных щекочущих и прочих ощущений они также не могут погасить или заслонить эту центральную яркость как не могут этого сделать горы и облака и небо напротив все не существует ее сияние и через них есть я не становится видимо настоящий опыт какой бы смысл у него не заключался возможен только в пустой и отсутствующей голове в здесь и сейчас мой мир и моя голова не совместимы они не сочетаются для них обоих нет места на плечах и мне повезло что исчезла именно голова со всей анатомии речь идет не о доказательствах не о философской проницательности не о достижении какого-то состояния о простом смотрении посмотри кто здесь вместо представь кто здесь или поверь другим кто здесь если я не могу видеть что я есть и в особенности что не есть я это потому что во мне слишком много воображения духовности взрослости и знаний доверчивости обусловленности обществом и языком страха перед очевидным чтобы принять ситуацию такой какой я воспринимаю ее в данный момент только я могу сказать что здесь есть мне нужна некая чуткая наивность требуется чистый взгляд и пустая голова не говоря уже об отважном сердце чтобы признать их совершенную пустоту возможно есть лишь один способ переубедить скептика который продолжает настаивать что у меня есть голова пригласить его сюда и предложить посмотреть самому но он должен быть честным свидетелем описывающим только то что видит и ничего более с дальнего конца комнаты он видит меня в полный рост как человека с головой но по мере того как он подходит ближе он видит только пол человека затем только голову затем расплывчатую щеку или глаз или нос затем просто неясное пятно и наконец в точке соприкосновения вообще ничего если же у него окажется необходимое исследовательское оборудование он сообщит что неясное пятно распадается на ткани затем на группы клеток затем остается одна клетка клеточное ядро большая молекула и так далее пока он не дойдет до места где вообще ничего не видно до пространства свободного от любых плотных или материальных объектов в обоих случаях наблюдатели приходящий сюда посмотреть как это выглядит находит тоже что и я пустоту и если обнаружив и разделив со мной мою несущественность он обернется смотря наружу вместе со мной они внутрь на меня он снова обнаружит тоже что и я что эта пустота наполнена до краев этой картиной он тоже обнаружит эту центральную точку взрывающийся в бесконечный объем это не что во все это здесь везде если мой скептический наблюдатель все еще боится полагаться на свои чувства он может взять камеру инструмент который при отсутствии воспоминаний ожиданий может фиксировать только то что находится там же где он сам камера покажет все те же образы меня там она снимет человека посредине отдельные кусочки человека здесь не человека не что а повернутые в обратную сторону его мир и так это голова не голова а лжеголовая концепция если я все еще могу обнаружить здесь голову значит у меня глюки и мне срочно нужно к врачу и не важно свою я голову обнаруживаю и голову наполеона или девы марии или яичницу или прекрасный букет цветов любой набалдашник на плечах означает тяжелые галлюцинации во время периодов ясности однако становится очевидно что здесь я совершенно без голов но там с другой стороны я совсем не без голов там у меня столько голов что я не знаю что с ними делать таящиеся видящих меня людях и в камерах выставленные на показ в рамках фотографий корчащие рожи в зеркала для бритья поглядывающие из круглых дырных ручек ложек и кофейников и вообще всего хорошо отполированного мои головы всегда выскакивают мне навстречу хоть и довольно съежившиеся и искривленные вывернутые задом наперед и снизу вверх и размноженные до бесконечности но есть одно место где ни одна моя голова просто не может оказаться это место здесь на моих плечах где она могла бы заслонить эту центральную пустоту мой источник жизни но к счастью ничто не может этого сделать на самом деле эти беспутные головы никогда не смогут собраться во что-то более связанное чем непостоянные незначимой случайности внешнего или феноменального мира который хотя и един с центральной сущностью но не способен оказать на нее ни малейшего влияния так и моя голова в зеркале настолько незначима что я совершенно не обязан считать ее своей маленьким ребенком я не узнавал себя в зеркале вот и сейчас не узнаю когда на миг ко мне возвращается моя невинность в более разумные мгновения я вижу там человека очень знакомого парня который живет в той другой ванной комнате в зеркале и по-видимому проводит все свое время пялись на эту ванную комнату этот маленький хмурый очерченный видно и во всех деталях стареющий и такой уязвимый наблюдатель прямая противоположность моего истинного я здесь я никогда не был чем-то отличным от этой вечной неизмеримой ясной и совершенно безупречной пустоты немыслимо чтобы я мог спутать этот пялищийся призрак там с тем как я в действительности воспринимаю себя здесь и сейчас и всегда все это каким бы очевидным оно ни было в прямом опыте кажется чудовищным парадоксом оскорблением здравого смысла это также оскорбление для науки который представляет собой все тот же здравый смысл только приведенный в должный вид как бы то ни было ученого свои представления о том как я вижу одни вещи твою голову например но не другие например мою голову и очевидно его представление работают вопрос только в том может ли он поместить мою голову обратно мне на плечи туда где по уверениям людей и самое место в самом кратком и простом виде его история о том как я вижу тебя выглядит следующим образом свет покидает солнце и через восемь минут достигает твоего тела который частично его поглощает остальное отскакивает от него во всех направлениях и какая-то часть достигает моих глаз проходя через хрусталики и формируя перевернутую картину тебя на экране позади глазного яблока эта картина запускает химические процессы в светочувствительном веществе эти процессы воздействуют на клетки это такие крошечные живые существа из которых состоит экран они передают свое возбуждение другим очень длинным клеткам а эти в свою очередь клеткам в определенной области моего мозга и только когда достигнута эта конечная точка и молекулы атомы и частицы этих клеток мозга также подвергаются воздействию я вижу тебя или что-то еще тоже относится и к другим чувствам я не могу не видеть не слышать не чувствовать запах или вкус не воспринимать что-либо на ощупь пока в этот центр после множества радикальных изменений отсрочек не поступит все сходящиеся импульсы и только в этой конечной точке в этом месте и моменте всех прибытий на главную центральную станцию моего здесь и сейчас вся система сообщений то что я называю своей вселенной вдруг обретает существование для меня это время и место всего творения в этой простой научной истории есть множество странностей крайне далеких от здравого смысла и самое странное из них что вывод этой истории отрицает саму историю потому что он говорит что я могу узнать только то что происходит здесь и сейчас на этом вокзале мозга где чудесным образом создается мой мир я совершенно не могу узнать что происходит где-то еще в других областях моей головы моих глазах во внешнем мире если конечно вообще есть какой-то где-то еще какой-то внешний мир объективно истина состоит в том что мое тело твое тело все на этой земле да и сама вселенная то какими они могут быть там в своем собственном пространстве независимо от меня это всего лишь выдумка не стоящее нашего внимания нет и не может быть никакого доказательства двух параллельных миров непознанного внешнего или физического мира там известного внутреннего элементального мира здесь который загадочным образом удваивает его а только одного этого мира которые всегда передо мной и в котором я не вижу никакого разделения на сознание и материю внутреннее и внешнее душу и тело это то что наблюдается ни больше ни меньше это взрыв того центра той станции где должно находиться я или мое сознание взрыв такой силы что он изливается в эту бескрайнюю картину который сейчас передо мной который есть я вкратце научная история восприятия не только не противоречит моей наивной истории но и подтверждает ее предварительно и благоразумно ученый поместил голову мне на плечи но она вскоре была вытеснена вселенной разумный или не парадоксальный взгляд на меня как на обычного человека с головой совсем не выдерживает критики как только я начинаю внимательно его исследовать он оборачивается чепухой и все же говоря себе он вполне пригоден для повседневных практических целей я действую так будто здесь точно в центре моей вселенной висит плотный 8-дюймовый шар хотелось бы добавить что в этом нелюбопытном воистину твердолобом мире в котором мы все живем невозможно избежать такого проявления абсурдности это выдумка настолько убедительно что вполне могла бы быть правдой на самом деле это всегда ложь и довольно часто весьма неудобно и из-за нее можно даже лишиться денег представьте например дизайнера рекламы которого никто не обвинит фанатичной преданности истине его дело убедить меня в чем-то а самый эффективный способ сделать это представить меня на экране таким какой есть действительности соответственно ему придется не учитывать мою голову вместо того чтобы показать другой вид человека человека с головой подносящего бокал или сигарету карту он показывает как это делает мой вид правая рука под безупречно правильным углом в правой нижней части экрана более или менее лишенное предплечье поднимает бокал или сигарету к этому не рту это изъяющей пустоте это совсем не чужой человек а я сам так как я вижу себя и почти неизбежно я вовлекаюсь неудивительно что эти разрозненные части тела появляющиеся углах экрана без участия контролирующего механизма головы в центре для соединения или управления ими кажутся мне совершенно естественными у меня никогда и не было ничего другого и реализм рекламщика его профессиональное неосознанное знание того каков я на самом деле очевидно окупается сполна когда моя голова исчезает непременно падает и моя сопротивляемость распродажам однако у всего есть границы вряд ли он к примеру покажет розовое облачко прямо над бокалом или сигаретой потому что я в любом случае сам возмещу этот кусочек реализма нет смысла давать мне еще один прозрачный призрачный нос режиссеры тоже практичные люди гораздо более заинтересованные в пересказанном воссоздании переживания чем выяснение природы переживающего но по сути одно влечет за собой другое несомненно эти знатоки хорошо осознает например как слова моей реакции на вид машины которую ведет кто-то другой по сравнению с моей реакции на вид машины которую как кажется виду я в первом примере я наблюдатель на тротуаре который видит две похожие машины они быстро приближаются сталкиваются водители погибают машина в огне мне слегка интересно во втором случае я один из водителей разумеется без головы как и все водители в первом лице и моя машина то немногое что от нее видно неподвижно вот мои качающиеся колени моя ступня давящий за всех сил на газ мои руки вцепившиеся в руль длинный капот впереди проносящиеся со свистом телефонные столбы петляющие дорога и другая машина сначала маленькая но все увеличивающиеся в размерах несущиеся прямо на меня затем столкновение яркая вспышка света и пустая тишина я откидываюсь на спинку кресла и перевожу дыхание вот так прокатили как снимаются эти сцены в первом лице возможны два способа или берется безголовый манекен с камерой на месте головы или реальный человек чья голова сильно отклонена назад или сторону чтобы оставить место для камеры другими словами чтобы я мог отождествиться с актером его голову нужно убрать он должен стать таким как я потому что картинка меня с головой совсем лишь и на сходство это портрет кого-то другого ошибка опознания любопытно что нужно идти к рекламщику чтобы заглянуть в глубочайшую и наипростейшую истину смог себе странно также что сложное современное изобретение камера должно помочь избавиться от иллюзии от которой свободное совсем маленькие дети и животные но и в другие времена были свои достаточно любопытные указатели на слишком очевидно и наша человеческая способность к самообману разумеется никогда не была окончательной глубокое хотя и смутное сознание состояние человека может хорошо объяснить популярность множество древних культов и легенд о потерянных и летающих головах одноглазых и безголовых монстрах и привидениях а человеческих телах с нечеловеческими головами и о мучениках которые умудрялись пройти многие мили после того как им отрубали голову несомненно это фантастические картины но они подошли ближе к истинному портрету этого человека в первом лице единственного числа настоящего времени чем когда-либо сможет подойти здравый смысл мой гималайский опыт таким образом был не просто поэтической выдумкой или мистическим полетом фантазии во всех смыслах он обернулся трезвым реализмом и постепенно в последующие месяцы и годы и осознал всю полноту его практических значений и применений например я увидела что это новое видение в два счета меняет мои отношения с другими людьми и вообще со всеми существами во первых потому что она делает невозможном противостояние когда я встречаю тебя для меня существует только одно лицо твое так что я никогда не смогу оказаться с того лицом к лицу по сути мы обмениваемся лицами это самый драгоценный интимный обмен внешностями во вторых потому что это дает мне отличную возможность заглянуть в реальность скрытую за твоей внешностью в такого тебя какой ты для самого себя и у меня есть все причины считать эту реальность твоим миром ибо я должен верить что то что верно для меня верно для всех что мы все в одинаковом положении сведены к безголовой пустоте к ничто и можем объять все и стать всем этот маленький кажущийся материальным человек с головой которую я встречаю на улице вот кто призрак не выдерживающий детального рассмотрения хорошо замаскированный ходячие противоположность и противоречие реальному чьи внутренние и внешние бесконечно и мое уважение к этому человеку как и к любому живому существу также должно быть бесконечным его ценности великолепия нельзя переоценить теперь я точно знаю кто он и как с ним обращаться фактически он или она и есть я пока у нас были головы мы очевидно были двумя но теперь мы безголовая пустота так что может разделить нас я не могу найти никакую раковину заключающую эту пустоту который есть я никакую форму никаких границ поэтому ей ничего не остается как только слиться с другими пустотами и я отличный пример такого слияния я не сомневаюсь словах ученого который говорит что с его наблюдательной позиции у меня имеется ясно черченная голова состоящая из колоссальной иерархии ясно черченных тел органов клеток и молекул неисчерпаемо сложный мир физических вещей и процессов но случайно оказалось что я знаю и скорее я есть внутреннюю историю этого мира и всех его витателей и она совершенно не совпадает с внешней историей прямо здесь я обнаружил что все члены этого обширного сообщества от мельчайшей частицы до самой головы исчезли как темнота в солнечном свете посторонний не может говорить за них только я имею на это право я клянусь что они все ясные простые пустые и едины без малейшего следа разделенности если это относится голове то в той же мере относится и ко всему остальному что я считаю собой здесь то есть ко всему этому телу уму что собой в действительности представляет то где я сейчас спрашиваю я себя заперт ли я внутри того что марка в реле называл мешком крови и коррупции и что мы могли бы назвать ходячим зоопарком или городом клеток и химической фабрикой или облаком частиц или я снаружи этого провожу ли я жизнь внутри плотной человекообразной конструкции едва ли 6 футов на 2 на 1 или снаружи этой конструкции или возможно и внутри снаружи на самом деле все совсем не так здесь нет никаких препятствий нет ни внутри не снаружи не место не его отсутствие не укрытие или пристанище я не нахожусь здесь дома в котором можно было бы жить или вне которого я был бы вынужден оставаться и не дюйму земли на которую его можно было бы построить но это бездомность вполне меня устраивает пустота не нуждается в доме короче говоря этот физический порядок вещей так плотно выглядящий на расстоянии всегда растворяется без остатка при действительно ближайшем рассмотрении и я нахожу что это касается не только моего человеческого тела но и моего тотального тела всей вселенной даже с точки зрения стороннего наблюдателя различие между этими телами чисто искусственное это маленькое тело так функционально соединено с другими вещами так зависит от своего окружения что немыслимо само по себе ни одно существо не сможет выжить и одного мгновения кроме как виде единого тела которое одно только есть самодостаточное независимое и потому по-настоящему живое какую часть этого тотального тела занимаю я зависит от ситуации но я автоматически нащупываю столько сколько мне надо так я могу легко и просто отождествляться по очереди с головой моим шестифунтовым телом моей семьей моей страной моей планеты и солнечной системой как когда я воображаю что им угрожает опасность и так далее никогда не привлекаясь на какой-нибудь предел или границу и каким бы огромным или маленьким не было мое тело в конкретный момент та часть мира которую я называю своей и считаю присутствующей здесь о которой я сейчас думаю и которую сейчас ощущаю на которой опираюсь и точку зрения которой считаю своей в чьей шкуре нахожусь она неизменно оказывается пустотой ничем в себе реальность за всей видимостью ясна открыта и вполне доступна я знаю как проникнуть в тайное сокровенное сердце любого существа каким бы далеким или холодным он не казался наблюдателю потому что мы все одно тело и это тело пустота а ты пустота это это пустота полное неделимое не разделенная на мою твою или чью-то еще она вся присутствует здесь и сейчас это самое место мой наблюдательный пункт это конкретная дыра где должна быть голова это и есть фундамент и вместилище всего существования единый источник всего видимого когда она проецируется туда как физический или феноменальный мир одна бесконечно плодовитая утроба из которой рождаются и в которую возвращаются все существа это абсолютное ничто и в то же время все единственная реальность при этом отсутствующая и это я нет больше ничего я есть все и никто и один в последующие за моим начальным опытом безголовности месяца и годы я усиленно пытался понять все это и результаты кратко описал выше характер самого видения нисколько не изменился за этот период хотя она возникала с большей легкостью и оставалась дольше когда я привлекал его но его роль его смысл развивались со временем и конечно подвергались влиянию чтения некоторую помощь и ободрение я несомненно получил из книг научных философских и духовных в частности и обнаружил что некоторые мистики видели ценили то что как я вижу я есть здесь и сейчас с другой стороны обсуждение оказывались почти неизменно бесполезными естественно я не вижу свою голову говорили мои друзья и что я по глупости начинал говорить и все вы весь мир повернутый вверх ногами вывернуты наизнанку ни к чему хорошему это не приводило я был не в состоянии описать свой опыт так чтобы он заинтересовал слушателей или передал им какие-то свои качества или значения они понятия не имели о чем я говорил неловкая ситуация для обеих сторон вот нечто совершенно очевидное невероятно важное откровение чистого и удивительного восторга для меня и не для кого другого когда кто-то начинает видеть то что не видят другие брови недоуменно поднимаются и посылают за доктором и вот я оказался в почти такой же ситуации с той лишь разницей что я не видел то что видели другие неизбежно возникало чувство одиночества и разочарование наверное так чувствуют себя настоящие безумцы думал я отверженными неспособными общаться вдобавок ко всему самые образованные умные среди моих знакомых были совершенно не способны понять меня как будто безголовость была каким-то младенческим отклонением которое подобно сосанию пальца следовало перерасти и забыть давным-давно что касается писателей некоторые особенно талантливые лезли из кожи он чтобы убедить меня что я псих иначе психами могли оказаться они сами честер там в своем наполеоне из нотинг-хилла заканчивают список чудес научной фантастики потрясающей абсурдностью людьми без голов а великий философ декарт справедливо названы великим потому что начинает свое революционное исследование с вопроса о том что очевидно дано идет еще дальше он фактически начиная свой список достоверностей вещей которые истинны потому что ощущаются чувствами с потрясающего заявления во первых я ощущаю что у меня есть голова даже человек с улицы которого должно быть не так легко провести говорит как о чем-то совершенно очевидным но это же очевидно как нос у тебя на лице из всех очевидных вещей в мире надо же было выбрать именно его я все еще предпочитал доказательства собственных чувств остальным слухом если это безумие по крайней мере это непосредственное безумие в любом случае я не сомневался что видел то что видели мистики странно было только что по-видимому мало кто видел это так же как и я оказалось что большинство мастеров духовной жизни не теряли голову или если и теряли то редко кто считал это достойным упоминанием и никто насколько мне было известно не включал практику безголовости в свой курс духовных практик почему такой очевидный указатель такая убедительная и всегда доступная демонстрация этого ничто который духовные учителя никогда не уставали превозносить так игнорировалась в конце концов она до абсурдности очевидно от нее просто невозможно скрыться если что-то и бросается в глаза так именно это я была задача иногда даже обескуражен и тогда лучше поздно чем никогда я наткнулся на дзен у дзен буддизма репутация трудного учения которое практически не дается западному человеку по этой причине ему часто советуют по возможности придерживаться собственной духовной традиции мой опыт был прямо противоположным по крайней мере в словах дзенских мастеров я нашел много отголосков центрального переживания своей жизни они говорили на моем языке отражали мое состояние я узнал что многие из этих мастеров не только потеряли голову как и все мы но и живо осознавали свое состояние его огромную значимость и использовали любые способы чтобы привести своих учеников к тому же осознанию позволь указать тебе несколько примеров знаменитые сутры сердца обобщающие суть буддизма махаяны ежедневно повторяемые дзенскими монахами начинается с того что тело это пустота и затем утверждает что нет ни глаз ни ушей ни носа понятное дело это смелое утверждение поставила в тупик молодого доньшане а его учитель который не был дзенщиком тоже не смог оценить его ученик внимательно посмотрел на учителя затем исследовал свое лицо пальцами у вас есть два глаза возразил он и два ухо и все остальное и у меня тоже почему вода говорит что их нет учитель ответил я не могу помочь тебе тебе следует учиться у мастера дзен он последовал совета учителя однако его вопрос так и оставался без ответа пока спустя годы он случайно не взглянул во время прогулки в лужицу неподвижной воды в ней он увидел те человеческие черты о которых говорил будда выставленные там где им самое место где он всегда их держал там на расстоянии они оставляли это пространство вечно прозрачным навсегда очищенным от них как и от всего остального эти простые открытия это откроение совершенно очевидного оказалось тем важнейшим осознанием которого дунь шань так долго искал и привело к тому что он стал не только мастером дзен но и основателем сото крупнейшей ветви дзен наше время примерно за столетие до этого события хуйнэн шестой патриарх дзен дал свой знаменитый совет на эту же тему он посоветовала своему брату монаху мину прервать все молитвы и медитации и увидеть увидеть что как в этот момент выглядит твое лицо лицо которое было у тебя до твоего рождения и даже до рождения твоих родителей история гласит что мин вслед за этим раскрыл в себе тот фундаментальный источник всех вещей которые он до тех пор искал снаружи в тот миг он все понял его пробил пот и он залился слезами выразив свое почтение патриарху он спросил остались ли еще какие-то нераскрытые тайны в том что я показал тебе ответил хуйнэн нет ничего скрытого если ты заглянешь внутрь и узнаешь свое собственное изначальное лицо все тайны будут внутри тебя изначальное лицо хуйнэна не лицо вообще не что то наиболее известный и для многих самый действенный каан дзен говорят в китае он не одно столетие оставался чрезвычайно эффективным указателем на просветление сущности по словам дай так укуси все 1700 каанов дзен это это просто указатели на наше изначальное и решенное черт лицо мумон говорит об этом невозможно описать или нарисовать его невозможно оценить или ощутить его нет такого места куда можно было бы поместить изначальное лицо оно не исчезнет даже если сгинет вся вселенная один из последователей хуйнэна дзенский мастер шитоу выразил это слегка по другому я хочу услышать что ты можешь сказать без горла и губ потревол он монах ответил у меня их нет тогда ты можешь войти в ворота последовал ободряющий ответ есть еще одна похожая история о современнике шитоу мастере байджане который спросил одного из монахов как ему удается говорить без горла губ и языка конечно такой голос исходит из безмолвной пустоты из пустоты о которой пишет хуан бо это всепроникающая безупречная красота это существующий в самом себе несотворимый абсолют как вообще можно обсуждать тот факт что у бода нет рта и что он не проповедует дхарму или что слушание не требует наличия ушей поскольку кто может слышать ее это бесценная драгоценность как будто в помощь такому осознанию бадхидхарма первый патриарх дзен предписывал хороший удар молотком по затылку да и хуй был так же бескомпромиссен дзен подобен большому костру если ты подходишь близко твое лицо несомненно обгорит если он похож на меч который вот-вот покинет ножны если меч занесен кто-то обязательно лишиться жизни драгоценный меч вашей находится прямо здесь его цель отсечь голову обезглавливание было обычной темой разговоров дзенских мастеров с учениками например вон диалог из девятого века лунья если бы я грозился отсечь вам голову самому острому ничему в мире что бы вы сделали мастер втянул голову лунья голова упала мастер улыбнулся очевидно мастер и ученик оба безголовые хорошо понимали друг друга они бы хорошо поняли совет мусульманина Джаладин Руми знаменитого мистического поэта Персии обезглавь себя раствори свое тело целиком видение стань видением 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 я научился у него сказал другой великий поэт мистик Индии Кабир видеть без глаз слышать без ушей пить без рта как Кабир мог видеть если у него не было глаз как мы уже заметили современная наука согласна что мы на самом деле видим не глазами это просто связки в длинной цепи протянувшейся от солнца через солнечный луч атмосферу и освещенные предметы через глазные хрусталики сетчатку и оптические нервы прямо к наводненному частицами и волнами месту в одной из областей мозга где наконец как говорят и происходит видение в действительности чем глубже физик рассматривает объект тем ближе он подходит к пустоте который есть прямое переживание субъектом самого себя пустоте который является единственным видящим и слушающим единственным переживающим но какими бы развитыми ни были его инструменты и техники он конечно не сможет найти субъект через исследование объекта чтобы добиться этого его просто надо повернуть свое внимание на 180 градусов и это отлично согласовывается с тем что говорят женские мастера древности тело говорит ринзай не знает как обсуждать или слушать обсуждения то что может быть безошибочно воспринято прямо здесь абсолютно узнаваемо но лишено формы вот что слушает обсуждение здесь китайский мастер как кабиры остальные вторит сурангама сутри додзенскому индийскому писанию которые учат что абсурдно предполагать будто мы видим глазами или слышим ушами потому что они сливаются воедино и исчезают в абсолютной пустоте нашего яркого и чарующего изначального лица абсурдно считать что вообще возможно какое-то переживание еще раньше даоский мудрец джуан цзы рисует прекрасную картину такого лишенного черт лица или моей пустой головы он называет ее хаос властелин центра и противопоставляет ее полную чистоту здесь знакомым семидырчатым головам там суета владычицы южного океана и волнение бог северного океана однажды встретились в царстве хаоса бога центра хаос принял их очень хорошо и они задумались как отплатить ему за его доброту они заметили что если у всех было по семь отверстий чтобы видеть слышать есть и дышать у хаоса не было ни одного и они решили просверлить в нем дыры каждый день они сверлили по дыре и на седьмой день хаос умер не важно сколько я суючусь и волнуюсь и возобновляю попытки убить правителя центра привнося в него свои человеческие семидырчатые черты я никогда не добьюсь успеха маска в зеркале никогда не коснется моего изначального лица и уж тем более не исказит его никакая тень не может упасть на хаос бестелесного и вечного владыку но зачем так подчеркивать исчезновение лица и головы а не всего тела целиком для людей ответ прост крокодилы и крабы могли бы рассказать совсем другую историю для меня здесь лицо с его органами чувств отличается тем что оно всегда отсутствует всегда поглощено этой необъятной пустотой которая есть я а мое тело руки и ноги иногда так же отсутствует а иногда присутствует сколько в данный момент находится внутри пустоты а сколько снаружи совершенно не важно поскольку я вижу что она остается бесконечно пустой и бесконечно огромной независимо от количества или важности конечных объектов поглощенных ею нет никакой разницы растворяется ли в ней моя голова как когда я смотрю вниз или мое человеческое тело как когда я смотрю в сторону или мое тело земли как когда я на улице смотрю вверх или мое вселенное как когда я закрываю глаза все там каким бы оно ни было крошечным или огромным одинаково растворяется здесь одинаково может прийти и показать мне что здесь я ничто в литературе есть множество выразительных описаний растворения всего тела вот несколько примеров Яню пишет Адзен он преподносится прямо к твоему лицу и в этот миг все это передается тебе взгляни внутрь своего бытия пусть твое тело и ум обратятся в неподвижный объект природы подобный камню или куску дерева когда достигнута состояние совершенной неподвижности и неосознанности все признаки жизни уходят и исчезают все следы ограничений ни одна мысль не потревожит твое сознание и подумать только ты вдруг обретаешь легкое наполнение высшей радостью ты вот наткнулся на свет в непроглядной тьме обрел богатство в нищете четыре элемента и пять агрегатов сканх из которых состоит все твое тело больше не ощущаются как бремя ты так легок так прост так свободен само твое существование избавлено от всех ограничений ты стал открытым легким и прозрачным ты обрел все освещающие прозрения в саму суть вещей которые стали для тебя подобными волшебным цветам лишенным плотной реальности проявилось безыскусное я изначальное лицо твоего бытия обнажался прекрасный пейзаж места твоего рождения остался открытым и свободным лишь один проход здесь ты оставляешь все свое тело свою жизнь и все что принадлежит твоему сокровенному я здесь ты обретаешь покой легкость недеяние и невыразимую радость эту характерную легкость о которой говорит яню даус ледзы пережил в такой степени что казалось он летит верхом на ветре вот он описывал это чувство внутренне и внешне смешались воедино после этого невозможно было отличить глаз от уха ухо от носа нос от рта все было одним ум замер тело растворилось плоти кости растаяли я совершенно не осознавал на чем покоится мое тело или что у меня под ногами меня меня несло ветром подобно сухой траве или листьям упавшим с дерева я даже не знал еду ли я на ветре или ветер на мне дзинский мастер шестнадцатого века ханшань говорит о просветленном что его тело и сердце совершенно не существует они не отличимы от абсолютной пустоты о своем собственном опыте он пишет я прогуливался и вдруг неожиданно остановился переполненная осознанием что у меня нет ни тела ни ума все что я мог видеть было одним великим сияющим целом вездесущим совершенным ясным и безмятежным оно было подобно всеотражающему зеркалу из которого проецировались горы и реки земли я чувствовал себя чистым и прозрачным умы тела пропали восклицает доген в экстазе освобождения пропали пропали это состояние должно испытать все вы оно подобно собиранию фруктов в корзине без дна наливанию воды в дырявую чашу дырявую чашу ты обнаруживаешь что твое ум и тело стерто из существования говорит хакуин это то что известно как отпускание когда дыхание возвращается оно как глоток прохладной воды это невыразимая радость в наше время дэты сунзуки подводят итог в дзен воплощение есть развоплощение плоть не плоть здесь и сейчас равно пустоте шуньято и бесконечности вне дзен не так легко найти утверждения такие же ясные решенные религиозности как эти однако можно найти много параллелей в других традициях если знать что искать и ничего удивительного истинное видение не зависит от случайностей истории географии конечно же ближайшую параллель можно найти в Индии месте рождения буддизма Шанкара предположительно 820 год великий мудрец интерпретатор адвайты учил что у человека нет надежды на освобождение пока не исчезнет его отождествление с телом не более чем иллюзии порожденной неведением его истинное я как пространство свободно чисто бесконечно путать резорное тело с истинным я значит обрекать себя на связанность несчастья это учение существует в Индии по сей день один из его самых ярких представителей нашего времени рамана махарши говорил ищущим вы серьезно полагаете что вы тело что у вас есть форма это основное заблуждение из которого возникает все страдания христианство также известен тот факт что подлинное озарение должно рассеивать темную смутность тела так же как и души хотя как заметил архиепископ темпл это самое материальное из всех великих религий когда твое око едино говорил иисус загадочно все твое тело наполнено светом это единое око несомненно тождественно совершенному третьему глазу индуистского мистицизма который позволяет видящему смотреть одновременно внутрь на пустоту и вовне на то что ее наполняет и так же подобно бесценной жемчужине которую согласно западной традиции мы ищем где угодно она здесь у нас на лбу августин бейкер пишет о христианской медитации в конце концов он приходит к чистому и полному погружению и тогда начинает казаться себе духом будто лишенным тела чем чище и полнее это погружение тем выше человек поднимается к совершенству это комментарии на хорошо известный отрывок из облака неведения мистического труда 14 века который учат что живое осознание нашего несуществования это необходимая предпосылка истинной радости у всех людей есть повод для печали но большую печаль чувствует тот кто знает и ощущает что он есть конечно это обязательное самоотрицание любимая тема всего христианского мистицизма никто не описывал две его стороны смелее чем святой Бернар это не только человеческая радость потерять себя таким образом освободиться от себя так будто вообще перестал существовать это еще и блаженство небес как в противном случае Бог может быть вездесущим если в человеке остается хоть что-то от человека иногда на западе даже язык мистиков так же подобен дзен как и то что он описывает Герлок Питерсон говорит о показывании которое так неистово и так сильно что все нутро человека не только его сердце но и тело чудесным образом затронуто и потрясено его внутренний аспект проясняется и не остается ни облачка его духовное око широко открыто вместо того чтобы остаться как говорит Шекспир в неведении о том что несомненно его прозрачной сути и вести себя как бешеная обезьяна он вглядывается в самые ее глубины в прозрачное сердце реальности когда наше внимание приковано к физическому миру мы не можем видеть сквозь него не замечая внутренней информации мы смотрим на свои маленькие человеческие тела и видим их непрозрачными и отделенными от тела тотальности от вселенной которая в результате тоже кажется нам непрозрачной и разделенной некоторых поэтов однако не так легко провести и запутать так называемым здравым смыслом они проникают в суть вещей и упиваются их прозрачностью ранее Мария Рильке писала своем мертвом друге тенистые долины эти колышущиеся травы и ручейки воды его лицо но он не остановился на растворении человеческого лица и человеческого тела он призывал пойти дальше и сделать землю на которой живем и далее вселенную невидимой и так превратить ее в высший план реальности для Рильке это вездесущая пустота наше бессмертное лицо не имеет границ как треггерн говорит о себе я был самим восприятием я не чувствовал ни бренности ни материи в своей душе ни края ни границ какие в чаши видим мы моя сущность была вместимостью вот более известный отрывок ты не сможешь наслаждаться миром пока море не потечет в твоих венах пока ты не облачишься в небеса и звезды не увенчают твою голову это не что иное как дзенское переживание сатуре только язык слегка отличается в момент сатуре возникает взрыв и тело человека замещается вселенной он чувствует как его тело и ум земля и небо сплавляются в одно прозрачное целое чистое осознанное и полностью пробужденное говорит мастер башань вся земля лишь одно мое око лишь искра моего сияющего пламени во множестве текстов говорится как просветленные ботомагическим образом поглощая в себя реки горы моря и весь мир уменьшая все до этой пустоты да ничто и затем из этой пустоты создаются реки горы моря и весь мир без малейшего неудобства он выбивает все воды западной реки и вновь извергает их он вбирает и уничтожает все вещи и создает их он видит вселенную как поток истекающий из его глубинной природы при этом сама она остается чистой абсолютно прозрачной он вернулся к себе настоящему самому сердцу существования из которого проявляется все бытие короче говоря он становится божественным оказавшись в единственном источнике он восклицает я центр я вселенная я создатель или я причина своего его собственного я и всех вещей в живом языке дзен вшивая дворняга превратилась в златогривого льва ревущего в пустыне спонтанного свободного энергичного великолепно самодостаточного и одинокого прибыв наконец домой он обнаруживает что там нет места для двоих наш трегерн снова вторит восточным мастерам восклицая улицы были моими храм был моим люди были моими их одежда золото и серебро были моими а еще их сверкающие глаза белая кожа и румяные лица небеса были моими а также солнце луна и звезды весь мир был моим а я его единственным зрителем и ценителем и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь к дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране видео в описании я бы помню этот вы ну вы вы почему вы так